Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачева-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов принял участие в онлайн-уроке по обществознанию. Он пообщался с педагогами и детьми. Учитель обществознания Анна Бирюкова отметила, что дистанционное обучение в сложившейся ситуации является единственным выходом. Но возникает вопрос с его доступностью. Рашид Тимрезов сказал, что уже достигнута договоренность с Ростелекомом и в ближайшее время установят спецусилители. А еще Минобор собрал данные с районов. В республике около полутора тысяч малообеспеченных семей не имеют возможности заниматься дистанционно. Глава принял решение, школьников из этих семей обеспечат современными техническими устройствами. Также Рашид Тимрезов рассказал, что решение о досрочном завершении учебного года для детей с 1 по 8 класс будет приниматься Министерством просвещения России с учетом мнений регионов. Глава поручил Минобору республики адресно по каждому населенному пункту и каждой школе отработать доступность дистанционного обучения. Ну а сейчас о данных на этот час по заболевшим коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день в республике проведено 1610 тестов на выявление COVID-19. И вот комментарий представителя Минздрава республики. По состоянию на 18 часов 10 апреля 2020 года подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики 9 человек. Все 9 находятся на лечении в условиях домашних, на самоизоляции. Состояние у них стабильное. Рекомендации и лечение получают в полном объеме. Лекарственное обеспечение у этих пациентов бесплатное. Все контактные с этими больными находятся на контроле у первичного звена, у врачей первичного звена. И также их состояние оценивается как удовлетворительное. В Карачаево-Черкесии изменили правила обеспечения льготников бесплатными лекарствами. Это связано с профилактикой распространения коронавируса. Достаточно ли льготных лекарств и есть ли в аптеках антисептики? С проверкой в Зеленчукский район отправился Руслан Коркмазов. И он выяснил, что в станице есть даже антисептическая мода. Фармацевт Ирина Митсук говорит, что по телефону Зеленчукской горячей линии всем льготникам сообщили, что от профилактики коронавируса есть большая польза. Раньше пациенты должны были ежемесячно получать рецепты бесплатных лекарств. Теперь для исключения частых контактов с врачами и фармацевтами, льготнику дают лекарства на три месяца сразу. И вот новое поступление препаратов. Здесь есть даже запас бесплатного детского питания для льготных малышей Зеленчукского района. В этой аптеке предупреждают, антисептические средства имеются в наличии. Например, перекись водорода по 25 рублей, солициловые борные спирты по 30 рублей. А скажите, пожалуйста, вот этого достаточно или только на витрине есть? Насколько у вас склады забиты этим? Ну, склады не забиты, но в наличии есть. Мы получаем препараты каждую неделю, делаем заявочки, поэтому поступают. Вот эти средства мы брали непосредственно у производителя, поэтому наценочка маленькая, без всяких посредников. Очень удобное средство обрабатывать руки. В Зеленчуке народ творческий, поэтому покупают ингредиенты, чтобы самим создать антисептические средства. Рецепт классический, но у каждого жителя станицы руки пахнут по-разному. И какая же нынче антисептическая мода? Самое основное – это спирт, естественно. Спиртовой состав должен быть не менее 70%. Берем обыкновенный спирт, который есть в наличии, ливомецтиновый, борный, солициловый. Добавляем туда немного глицерина. А глицерин для чего? Для того, чтобы он смягчал кожу, спирты сушат кожу рук. Чтобы смягчить, добавляем глицерин. И для отдушки можно добавить любое эфирное маслице. Две-три капельки по желанию человека, кто какое любит. Это чтобы руки спиртом не пахли? Да, чтобы не пахли спиртом. И для себя, для души будет приятнее. А какие у вас эфирные масла тут самые экзотические? Самые экзотические – масло розы. На любителя, кто любит розы. Очень вкусно пахнет. Жасмин, какао, кокос? Космин, да, какао. Авокадо? Масло чайного дерева для очень хорошее антисептическое средство, антибактериальное. Фармацевты Татьяна Бурлаченко и Елена Космина раскладывают новое поступление лекарств. Дефицита нет никакого. И они даже уверяют, что и нет спекулятивного повышения цен. Например, подорожал инговерин. Но не потому, что просто так цена выросла. Потому что раньше в упаковке было 7 таблеток, а сейчас 10. А еще в этой аптеке рассказали, что созданы и дополнительные меры профилактики коронавируса. За антисептики и другие лекарства можно платить банковской картой. И уже 40% станичников это делают. Руслан Куркмазов, Расул Бердиев и Зеленчука. Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в республике распределили первую партию антибактериального дезинфектора воздуха и поверхностей, выпущенной на заводе «Арнест». Средства защиты были переданы на безвозмездной основе из Ставропольского края по обращению главы Карачаева, Черкесии. Дезинфекторы были распределены во все социальные медучреждения. Как рассказали Минсоцтруда, в республике ждут еще несколько партий дезинфицирующих средств. Мы их распределили между своими стационарными учреждениями, которые подведомственны Министерству труда и социального развития. Также подведомственным учреждениям Министерства здравоохранения. Также мы распределили ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам сила, одиноко проживающим гражданам в возрасте 65+. МЧС информирует, в эти выходные в Карачаево-Черкесии ожидаются заморозки. Ну и подробный прогноз погоды на завтра от наших синоптиков. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 14. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3 градуса, местами до 7 мороза. Днем плюс 5, плюс 10. В горах местами минус 1, плюс 4. Черкесский дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 11-14 метров в секунду. Ночью ожидается от 1 мороза до 1 тепла, днем плюс 7, плюс 9 градусов. Это Вести в прямом эфире, и мы продолжаем. 12 апреля в стране отмечают День космонавтики. Сегодня в России прошел пятый юбилейный гагаринский урок «Космос. Это мы». Он прошел дистанционно. Также в этом году во всей стране продолжилась реализация проекта «Парта героя». В нашей республике такая ученическая парта появилась во дворце детского творчества имени Юрия Гагарина. Александр Коваленко продолжит тему. В середине 30-х годов городской дом пионерии и школьников располагался по улице Почтовой. Сегодня это улица Горького в Черкесске. Когда началась Великая Отечественная война, кружковцы активно поддерживали солдат, выступая на мобилизационных пунктах перед отправкой призывников на фронт. Давали концерты в станицах и аулах. А вырученные средства направляли в фонд обороны. Ни на минуту они не прекращали свою деятельность. В мае 47-го года в доме пионерии работало пять кружков – музыкальный, литературно-драматический, растеневодство и зоологический. Эти секции посещали тысячи школьников. Все эти годы мальчишки и девчонки ютились в старом здании. Знаменательный день для всего мира – 12 апреля 1961 года – стал двойным праздником для детворы Детского дворца творчества. Свои двери им распахнуло новое, просторное здание. Вот уже 39 лет это учреждение носит имя первого космонавта. Появилась теперь здесь и парта героя имени Юрия Гагарина. Сейчас по всей стране в рамках парты героя мы открываем и героям социалистического труда, достойным, наиболее достойным людям, которые внесли огромный вклад в развитие в свое время Советского Союза, России в целом. На парте, за которой будут обучаться образцовые ученики, размещена вся информация о герое Советского Союза Юрии Гагарине. Ребята узнают весь его героический путь, начиная с того момента, где учился Юрий Алексеевич, где проходил службу и в какие годы. На парте представлены все награды, которых был удостоен первый космонавт. Представлено здесь и фото героя. Это еще раз напомнит ребятам, что полет в космическое пространство был совершен на ракете-носителе «Восток-1» из космодрома Байконур, на борту которого и находился Гагарин. По истечению 108 минут полета ракета успешно приземлилась в Саратовской области, неподалеку от Энгельса. С этого дня в России 12 апреля отмечен как праздник – День космонавтики. Наша задача популяризировать, чтобы наши детки и внуки могли гордиться нашими героями. И вот сидя на такой парте, они, я думаю, будут еще глубже изучать историю нашей страны. В память о летчике-космонавте СССР, герое Советского Союза, кавалерии высших знаков отличия ряда государств, почетного гражданина многих российских и зарубежных городов, в апреле 2016 года перед зданием ДДТ был открыт бюст космонавту Юрию Гагарину. Александра Коваленко, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин призвал обеспечить всем необходимым аграриев, чтобы предстоящая пассивная прошла без боев. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил рассмотреть возможность снизить цены на ГСМ. Календарные сроки сева сельхозкультур в различных регионах не совпадают. Но уже сегодня намного-немного раньше планируемая графика сев кукурузы и свеклы начали в Испока-Солнечной. Из Прикубанского района Алла Динаева. На этой неделе в ходе онлайн-встречи с председателем правительства страны, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил действенную меру для поддержки аграриев. С точки зрения поддержки и экономики, и бизнеса, и граждан, с учетом в том числе падения цен на нефть, рассмотреть возможность снижения цены на ГСМ. Сейчас, тем более, весенние полевые работы. И для граждан это было бы очень хорошим знаком, хорошим шагом со стороны руководства страны, со стороны правительства, если бы мы пошли хотя бы на некоторое снижение, либо уж как минимум замораживание цен на ГСМ. Эта новость порадовала аграриев, и они ждут положительного решения вопроса. Но ждать времени нет, и на полях СПК «Солнечный» чуть с опережением графика. Начали весенние полевые работы. Кукуруза сегодня 10-е. И в прошлом году так мы начали 10-го, и в этом году, апреля. А свеклу на два дня раньше я начал. Правда, рискуем, но что делать. Холодово боимся, вроде бы нет холодов. Влагу хотим захватить. Вот если вроде бы засухи, уже два года засуха кругом. Поэтому чуть раньше начали. А то надо было по-хорошему 15-го, 20-го начинать. Ну, с опережением чуть. Каждый сезон имеет свои особенности, и агрария, занимающиеся растеневодством, учитывают в работе множество факторов. Причем, как внутренние, связанные со спецификой севооборота, системой почвообработки и экономических показателей, так и внешние. Сельское хозяйство относится к направлению продовольственной сферы с непрерывным циклом производства, которое указом президента России не прекращает свою работу. Из-за ситуации, связанной с коронавирусом, работа проводится с соблюдением всех норм безопасности, разработанных с целью профилактики. Магомед Айбазов трудится в СПК «Солнечный» 6 лет и считается одним из лучших специалистов. Он тракторист, звеневый. А своей команде? Не так сказать, что под моим руководством. Вот просто вот у нас три одинаковых селки, наша отдельная бригада, две другие тоже отдельные. Но у нас трое. Не сказать, что я старший, я такой же тракторист, как и все. Просто сообща работаем. 6 часов уже на поле начинаем сеять. Сколько рабочий день? По-разному. В зависимости, если погода нормальная, и до 8, и до 9. Бывает, если придется добивать поле, и до 10 бывает. Не жалуемся, работаем. Любите свою профессию? Ну, люблю. Люблю. Хоть и сложная, люблю. Что сделаешь? Отрасль сельского хозяйства бесперебойно функционирует, а пассивная кампания проводится в штатном режиме, а в некоторых сельхозпредприятиях и даже немного с опережением графика. Как рассказали нам в СПК «Солнечный» пассивные работы, которые начали 10 апреля, планируют завершить за неделю или максимум за 10 дней. Весенний день, год кормит, гласит русская пословица, помня эту народную мудрость. Аграрии каждый день трудятся в поле. Сейчас струженики села сеют кукурузу и свеклу. Это ответственная работа, которая требует больших знаний и опыта. Ведь именно от качества и своевременности посевной кампании зависит будущий урожай. Алла Динаева, Алия Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. На нашем канале долгожданная большая премьера. В понедельник, 13 апреля в 21.00 начинается показ многосерийного фильма «Зулиха открывает глаза» по роману Гюзельяхиной. История простой крестьянки Зулихи, которая в 30-е годы прошлого века была вырвана из привычной жизни и брошена в тайге на верную смерть. Какой путь пришлось пройти Зулихе, чтобы не только выжить в суровых испытаниях, но и найти свое счастье. Ответ на этот вопрос зритель может получить уже совсем скоро. До самой ожидаемой премьеры весны осталось буквально несколько дней. Нас ждут масштабные съемки, тщательно воссозданная атмосфера и блестящий актерский состав. В фильме снимались Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайрулина, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Юрия Пелесильд и другие. Итак, 13 апреля, в понедельник, зритель своими глазами увидит, как Зулиха открывает глаза на телеканале «Россия». Что ж, с нетерпением ждем премьеры. А кто не читал, можно сделать это на этих выходных. До встречи и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова